Испокон веков с появления тяжелой музыки, то есть рок, металла и подобного, велись споры, как подобная музыка может влиять на людей. То есть влияние ментальное, умственное и так далее и тому подобное. Проводилось очень много экспериментов, особенно самых тупых, например, под какую музыку лучше корова дает молоко. Выяснили, кстати, что под классическую. Ну и также проводились эксперименты, которые, в принципе, доказывали обратное, что рок и металл музыка влияют позитивно. Ну давайте с вами посмотрим на несколько позитивных примеров того, как тяжелая музыка повлияла на некоторых людей. Доброго времени суток! Мои маленькие любители вокала потяжелее и музыки потяжелее. Молодежь вряд ли вспомнит стародавние времена, когда говорилось, что если ты не формал, то ты петух. Точнее, больной наглый человек, мудак, козел и так далее. Если тебе нравится тяжелая музыка, то ты, значит, деструктив. Нет, на самом деле все куда проще. Да, были случаи, когда музыка влияла пагубно на людей. Ну, например, тот же самый Колумбайн. Но, опять же, кто его знает, как было на самом деле? Ну, в официальном документах записано, что вот эти два отморозка любили послушать там Мэрилина Мэнсона и что-то вроде того, и поиграть в Дум. Но, опять же, рок и металл, он не деструктивен. Он открыт, он более эмоционален и он вдохновляет. И вдохновляет, поверьте мне, не только на создание собственной группы, на написание собственных песен, также вдохновляет на многие другие вещи. И прежде чем мы окунемся в истоки вдохновления металлом, я попрошу вас подписаться на наш канал. Я думаю, вы подписались, поставили лайк этому видео. И мы, собственно говоря, начинаем. А начинаем мы с очень-очень-очень старого журнала, который так и назывался Heavy Metal. В середине 1970-х один издатель Леонард Магелл, листая журналы во Франции, придумал идею своего журнала с Блэк Джеком и комиксами. По удачному стечению обстоятельств, небольшой коллектив французских картунистов, устав рисовать для других изданий голых женщин и космические корабли, решают тоже сделать свой журнал. И этот микс издателей и художников объединился в печати Metal Holland, где публиковались комиксы из телефэнтези, сайфая, разные интервью с деятелями культуры, преимущественно андерграундной. Хотя бывали и известные личности, но всех больше интересовал рисунок. На тот момент такого качества не могли добиться США, поэтому сразу поступило предложение перевести цех по производству похабных до популярного картинок в Штаты, переименав все это дело в Heavy Metal. Естественно, не обходилось и без скандалов. Видите ли, моралфагам очень не нравилось, что в журнале много обнаженки, матюков, насилия и так далее. А как так-то? Ведь это могут увидеть дети? Но все скандалы издательству играли только на руку, а вот следить за тем, что читают и смотрят дети, до сих пор не изобрели. Такого рода пиар для Heavy Metal поднял прибыль настолько, что по комиксам были созданы полнометражные фильмы. Один в 1980 году был альманахом коротких сюжетов и журнала. А второй в 2000-м, где показывалась уже полная история и на полный метр о героической сильной женщине в минимуме одежды и с огромными пулялами. Но при чем здесь металл? А при том, что данный журнал был вдохновлен главной идеей рока и металла того времени, протест против общепринятых канонов в массовой культуре, свобода творчества и голые женщины с огромными пулялами. И вот, кстати, недалеко уходя, вот эта вот вселенная, которую Heavy Metal развивали, она также и отразилась и в играх. Ну, давайте поговорим вот отсюда и про игры. Ну, и не только про Heavy Metal. Видеоигры тоже не остались без внимания к року и металлу. Даже в League of Legends и World of Warcraft есть свои металл-группы, но пока далеко мы не ушли от журнала Heavy Metal, давайте добьем имеющуюся информацию. Вслед за фильмом под лейблом Heavy Metal вышло аж две игры. В том же 2000-м Heavy Metal F.A.K.K.2. была продолжением последней полнометражки о похождениях все той же сильной полуголой женщины с огромными пулялами. Разработанная игра была на движке Quake, который в то время был что-то вроде Unreal Engine сегодня, но для игр, где надо было крутейше разваливать кабины врагов, а только потом задавать вопросы. Игра получила чуть выше, чем средние оценки, но на мой скромный взгляд, это чтобы разработчики не зазнавались. Чуть позже от Capcom появился монстр Heavy Metal Geometrics на Sega Dreamcast, который представлял из себя сражение на арене игроков друг с другом или с ИИ. Причем это был не файтинг, а настоящий экшон. Куча пушек, интересных персонажей, включая женщин с огромными пулялами, но немного больше одетых. Что еще для счастья надо? А для счастья надо было не быть, ну очень уж похожей на тот момент рвавшейся Dreamcast'ы Spawn in the Demon's Hand. Geometrics не могла посоревноваться с таким монстром, с аж 37 игровыми персонажами и большей реиграбельностью, поэтому мало того, что получила оценки ниже среднего, так и не была популярна среди геймеров. Но в целом, если найдете эмулятор Dreamcast'а, настоятельно советуем на пару вечеров с друзьями поразбивать друг другу хлебало тут. Еще одним вдохновленным оказался уроженец Японии Исиватари Дайсукэ, который под вдохновением от группы Куин создал свою полу-сайфай, полу-фэнтези вселенную под названием Guilty Gear. Причем устройство мира было придумано еще задолго до первой игры серии, и вообще планировалось, что это будет РПГ, но реальность такова, что Исиватари не смог сделать ролевку, а вот файтинг получился ну очень динамичный, особенно саундтрек, который им же и написан, прямо разносит хлебало рифами. Игры серии, кстати, выходят по сей день, и они вполне играбельны даже на пекарне. Но из последнего мы, конечно же, упомянем Metal Hell Singer. Здесь мы играем за вот такую рогатую красотулечку, которая не хуже Думгая насилует демонов и рвется к победе буквально под ритмой тяжелого металла. Ты еще забыл Brutal Legend, Guitar Hero? Нет, ребята, не забыл. Вот Brutal Legend, вот Guitar Hero. Как вы видите, рок-металл музыка все-таки вдохновляет не только заниматься музыкой, но еще и творить что-то в других развлекательных сферах. И, кстати, самое сладкое я оставил напоследок. Любители NRE подсаживайтесь поближе. Мы поговорим про самую чернушную и самую черную настольно-ролевую игру, которую видел только свет, а именно Морк Борк. Морк Борк. Что будет, если встретятся в одном проекте люди, которые увлекаются блэк-металлом и настолками? И даже работают в сфере настолок дизайнерами. А будет Морк Борк. В 2019 году два угорелых шведа по всем канонам металл-музыки пошли против течения и вывалили свет ОКП для своей ролевой игры из 90 страниц в электронном варианте. Для сравнения, классика настольно-ролевых игр ДНД имеет 331 страницу в электронном варианте. И даже в 2020 году эти шведы получили награду за свое детище. Так что же такое Морк Борк? Это настольно-ролевая игра с очень простыми для понимания правилами, но очень жестоким игровым процессом. По сюжету игроки попадают в мир, где главными божествами являются два двуглавых Василиска. Одна из голов имеет способность предсказывать точное будущее, которое вот-вот наступит, а именно конец света. В мире полный хаос, люди сходят с ума, разного рода твари лезут из всех щелей, а король одного из королевств расклеивает по своему городу листовки с инструкцией, как приготовиться к концу света. Место инквизиции ловят всех, кто хочет совершить Роскомнадзор, и жестоко отговаривают бедолах от этого, чтобы они не пропустили грядущий конец света. В плане игровых механик тут все просто. Мы имеем 4 основные характеристики, которые определяем рандомно, оружие, которое определяется рандомно, класс при желании, который тоже можно определить рандомно, а можно быть и никем. Все сложности бросков фиксированы, и есть куча генераторов событий, неприятностей и прочего всего, что умещается чаще всего в одну-две страницы. Но главной фишкой данной игры является таймер. То есть, условно, при частых отдыхах можно знатно приблизить конец света, и все квесты и задачи канут в небытие, как и игроки. После чего книжку правил можно сжечь. Я не шучу, об этом говорится в правилах. И это все малая часть того, на что повлияла рок и металл музыка в целом. То есть, мы еще не брали литературу, мы не брали кино, мы не брали сериалы, мультфильмы и так далее. Кстати, а какие примеры подобных проектов знаете вы? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением и своими познаниями в комментариях. Будет очень интересно почитать. Кстати, поделитесь в комментариях, какие лично вы знаете проекты, которые были вдохновлены рок и металл музыкой? Ну, не только группой, я имею в виду. Я имею в виду и, может быть, литература, кино, сериалы, мультфильмы, игры. И все на свете. Что первое в голову придет, всем, пожалуйста, делитесь. Это у нас все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк этому видео, рассказывайте о нем друзьям и до новых встреч, дорогие друзья!